Всем привет! Меня зовут Веруша, и я сегодня буду вам показывать новинки от Makeup Forever и тестировать. Вот в таких вот пробничках у меня находится такой пакетик. Нам дали в золотом яблоке. Я покупала маме водостойкий карандаш для губ, и девушка сказала, что он будет держаться целый день. Сам карандаш хороший, оттенок классный, но мы после покупки поехали пить чай, и после чая практически у мамы на губах его не было. Так что карандаши у меня есть вопросы... Карандаши, да, правильно я сказала. У меня есть вопросики, а сегодня я вам буду показывать, значит, такие три оттенка. Обратите внимание, они достаточно естественные, поэтому на каждый день, может быть, будет многим интересно. Но я обожаю косметику Makeup Forever, у меня тоже много очень... Как и Бобби Браун, я говорила в предыдущих видео. А вот две такие марки, это Бобби Браун и Makeup Forever, которые у меня больше всего находятся в моем зуковском чемодане профессиональном. И я знакома очень давно, это косметика из Парижа, это французская косметика. А тут я стала разглядывать оттенки и обратила внимание, что написано Made in Korea. Это что, Makeup Forever теперь в Корее, что ли, производится? Я вот не очень поняла это. Те, кто, может быть, в курсе, напишите, пожалуйста, что происходит с производством. Такой вот новый тон буду тестировать прямо сейчас. Сейчас начну с него. HD Skin Foundation от Makeup. И да, покажу вам. Какой-то оттенок сейчас оторву, посмотрю, в общем. И пудрочка. С пудрой я, честно говоря, знакома. Это вот два продукта, которые для меня тоже новые. А с пудрой я знакома. У меня есть большой формат. Тоже покажу. И мне есть что рассказать про эту пудру. Так что, в общем, давайте-ка начинать. У меня на лице, значит, есть тени, подводочка, ну, бровь, понятно, я нарисовала. И консилер под глазами. И все. Больше у меня ничего нет. Даже крема. Вот. Я хочу максимально вам показать, что, значит, это за чудо-продукт такой тон. По поводу, господи, по поводу описания. Первое, что мне бросилось в глаза, то, что Makeup Forever с какого-то времени начал заботиться об окружающей среде. Это очень хорошо. И крысечка состоит из перерабатываемого материала. Я так понимаю, что не весь, потому что вот это вот из стекла сделано, а крысечка вот такой эко-продукт. Сам тональный крем с надписью HD. HD это, когда вы видите надпись HD, это обозначает, что тональный крем очень хорошо подходит для съемки. Вообще, изначально косметика Makeup Forever, мне кажется, она, косметика HD, мне кажется, появилась именно у Makeup Forever первой. И разработана она была специально для камеры. То есть тональный крем этот, он создает такой блер на лице, немножко такой эффект фотошопа, разглаженной кожей. И очень красиво смотрится. Текстура у него невесомая в описании, шелковистая. И там как-то еще так было очень интересно написано. Знаете, обычно там пишут, тональный крем подстраивается, а тут как-то он... Вот вылетело вот это слово, но оно так очень меня повеселило. Ну и серия, что он как бы не забивается в морщинки, а имеет такую пластичную текстуру, что все это, значит, не подчеркивает то, что не нужно. Вот, значит, прекращаю я тут очень много говорить, отрываю. И оттенок это А1Н06, то есть здесь какие-то два обозначения. В общем, я так понимаю, что на российский это Е218. Е, вот если вы видите перед цифрами R, это розоватый оттенок. Я не люблю ни в работе, нигде розоватые оттенки, поэтому я всегда стараюсь покупать оттенки Е именно. И себе я тоже покупаю с желтоватым подтоном оттенок. Здесь нарисован спонжик и кисточка. Я буду носить кисточку, у меня тоже от Майка Форева. Очень хорошая кисточка, но единственное, минус ее, она в течении, она синтетическая. И минус синтетики в том, что она уже через какое-то время прям идеально не отстирывается. То есть настолько, хотя я ее прям усиленно стираю, но настолько уже вот эта синтетика забилась в тоне, что немножко есть вот по центру белесость. Ну так она абсолютно чистая. Вот, мне главное тут еще платье не запачкать. Да, выдавливаю я. Сейчас посмотрим, посмотрим. Ну оттенок, конечно, светлого для меня. Однозначно. Ну, хотя, неплохой. По ощущениям, приятные такие ощущения. Очень действительно легкая текстура и матовая сразу чувствуется на коже. Легко распределяется. Ну, его, конечно, лучше наносить на какой-то уходовый крем, потому что текстура прям какая-то очень-очень матовая. И она отличается от старого выпуска. Я вот уже прям чувствую. И, вы знаете, сразу могу сказать, что эта текстура подойдет не всем, далеко не всем. Обладателям сухой кожи может быть текстура суховатой. Так что, вообще, моя рекомендация, тональный крем покупать не вот с первой покупки. То есть, лучше протестировать. У нас, конечно, в России постоянно вот эта история с пробниками и какая-то беда прям с ними. Как будто консультанты каждый раз от сердца отрывают. Вот, я не говорю про золотой яблоко. В золотом, кстати, очень... Ну, и про цум тоже, я бы не сказала. А вот ревгош. В ревгоше я вообще забыла, чтобы мне пробники какие-то нормальные давали. В ревгоше что-то какое-то, постоянно что-то ненужное дают. Ну, литуаль я вообще молчу. В литуале я не знаю. Я, конечно, прям не частый покупатель, но тоже не славится магазин своими дарами в плане пробников, своей щедростью. Я уж извиняюсь, конечно, за наезд на литуаль. Ну, как-то, мне кажется, надо пересмотреть политику. Поэтому очень обидно всегда, когда девочки выкидывают просто деньги на ветер, покупают, один раз пробуют и понимают, что им не подходит. А в магазине все было замечательно. В магазине там свет другой. Ну, вы сами знаете. Потом разочарование. Так что потестируйте, походите несколько раз. В золотом, опять же, без проблем, там нанесут вам этот тон. Походите, посмотрите, выйдите на улицу, посмотрите, как он сочетается с вашей кожей. А потом уже покупайте. Так, ну, оттенок 100%, конечно, для меня очень светленький. Хотя сам оттенок довольно естественно выглядит. Мне нравится. Вот для кадра, для съемки будет отлично. Он изъян мой красненький не замазал. Мой прыщик, который вскочил неудачно. Что еще? В морщинке, кстати, действительно не забился. Ну, я говорю про мемические морщинки. Не то, что у меня прям там много морщинок таких на лице. Не забился, действительно. Как-то хорошо так он. Действительно, вот он какой-то пластичный. Он вроде суховатый, матовый, а лег прям отлично. Легко. И текстура кожи у меня осталась. Отлично. Мне очень нравится. Я по-моему три раза уже отлично сказала. Ну, потому что действительно отлично. Что-то мне прям нравится. Надо еще посмотреть, как он будет спонжиком наноситься. На кистью четвертый раз скажу. Отлично. Кто у меня тут стучит? Я извиняюсь. Дома уже четыре года, а все, какие-то ремонты тут идут. Все кто-то улучшайзингом занимается. Так, я пока оставлю вот так вот, как есть. Посмотрю сейчас я в процессе. Пока буду наносить... А, ну и потом я сказала, да, что он светловатый. Но цвет сам по себе хороший очень. Следующим этапом, конечно же, должна идти пудра. И у меня есть в большом формате вот такая вот пудра Setting Powder, она называется. Это пудра тоже HD, ультра HD. То есть она тоже с эффектом такого блера на лице будет. Заблёривать будет лицо. Разглаживать его, по-другому скажу. И тоже создавать такой эффект фотошопа. Это вот такой вот очень милый маленький вариантик. Прям крошечный такой. Милашистый. И сейчас потестируем. У меня оттенок тёмный. 3,2 у меня. Beige Natural называется. А вот здесь вот в пробничке единичка. И оттенок называется Palo Rose. С розоватым оттенком. Кому подходит пудра с розоватым оттенком? У кого такой вот землистый немножко цвет лица, розовая пудра, она освежает сразу. И придаёт такой вот розовый, с чем ассоциируется. Когда нужно сделать молодое лицо, то сразу на ум приходят розовые оттенки. Поэтому если вы хотите омолодиться, можно нанести вот такую пудру с розоватым оттенком. И сразу... Я извиняюсь за стук, но ничего не могу с этим поделать. Хорошо, что не сверлят сейчас. И вот такая вот пудрочка. Прям в описании написано, что невесомая текстура. Очень лёгкая. Которая будет держаться 24 часа на коже. Но Мойка Форева, они, когда только появились, они были прям супер-супер качественные. И эта марка, как маг, была больше для профессионалов. И потом уже, конечно же, подхватили тему масс-маркета и стали уже косметику, как сказать, как это по-русски, подстраивать под уже такого большого покупателя. Ну, скажем, больших покупателей, чтобы как-то её адаптировать. Потому что раньше действительно, если вот помада, она прям действительно держалась целый день. Или там какой-то водостойкий карандаш. Сейчас, видите, вот водостойкие карандаши, даже они не держатся целый день. Уже как бы немножко качество снизилось. Но появилось количество. Вот. И для профессионалов, конечно, это минус. А для общего покупателя плюс. Ну, пудра, я хочу сказать, что я обожаю пудру HD. Я, вот все, кто меня знает из моих коллег, все знают, что я, ну, таких близких коллег, все знают, что я просто, помимо того, что ей пользуюсь, я еще и рекламирую всегда. И некоторые коллеги тоже переходят на эту пудру. Так что Майка Форева мне может чуть-чуть доплачивать проценты. Вот. Потому что я уже, как это, акция «Приведи друга». Я уже ни одного друга привела к марке Майка Форева. Вот. И эта пудра тоже очень классная. Раньше, я не знаю, сейчас есть или нет, но вообще была моя любимая... Не, ну сейчас, конечно, тоже есть прозрачная пудра. Я использую ее для работы. А цветная пудра тоже очень хороша. Вот. Но не всегда она подходит именно для съемок, потому что чем хороша цветная пудра? Тем, что она не... Не... Господи, что же у меня сегодня со словарным запасом? Она не копит цвет на коже. Потому что каждый раз, когда ты подправляешь, убираешь блеск, то, если цветной пудрой подбирать, то все больше и больше цвета будет появляться на лице. А светлая, прозрачная пудра, она никакого цвета не добавит, она лишь только заматирует. То, что, собственно, и нужно. То, что доктор, как говорится, прописал. И эта пудра, она действительно невесомая. Она очень-очень комфортная. Я, честно, не могу сказать прям, что я ее рекомендую на 100% в жизни, потому что здесь тоже надо исходить, естественно, от вашей кожи. Я не рекомендую именно прозрачную пудру. Многие ее покупают, и потом не знают, что с ней делать. Вот цветную я могу рекомендовать. Если вам нужно действительно таким вот невесомой, такую вуалю просто зафиксировать тональный крем. Я в жизни не люблю использовать пудру. И делаю это редко. А те, кому нужно, у кого кожа жирная, блестящая, то я очень рекомендую. Классная пудра. Обожаю. Там действительно такой очень мелкий помол у нее. И она очень смотрится естественно. И, ну, просто вот комфортная. Она очень комфортная. То есть это однозначно качественная вещь. И самое-самое классное, что она вот ничего не подчеркивает. Как будто вот ее нету. Вроде она заматировала, да, и видите, окончательно сам тон матирующий, еще и пудра заматировалась. В общем, лицо... Мне сейчас куда-нибудь выйти на какую-нибудь красную дорожку, чтобы меня тут поснимали, и лицо мое будет на фото, я уверена, идеальным. Ну и в заключении я буду тестировать сейчас прям при вас три таких цвета. Давайте тут и кисточку вскроем. Оттенки тут крупные. Нарисованы даже очки, не надо одевать. 106, 240 и 194. Давайте начнем с самого естественного. Сейчас я докопаюсь до кисточки. О, господи! Тут еще надо ее вскрыть чем-то. Задача не из простых. А, ну... Тут все очень просто. Потяни, и все откроется. Сим-сим. Так. Ой, как удобно. Тут везде все с разных сторон открывается. Что ж, первый оттенок. Бежево. Такой немножечко совсем... Нет, даже не немножечко. Просто бежевый, естественный. Текстура в этой помаде жидковатая, хотя написано матовая. Сейчас, смотри. Она вроде как должна увлажнять. Ой, какой приятный запах у нее. Какой-то такой сладенький. Какая-то такая сладкая конфетка запаха. Ну, что, классный оттенок, кстати. Он, видите, такой немножечко в коралл уходит. Естественный. И помада матовая, да. Но она прям вот не забилась в морщинке. Хотя, чуть-чуть блеска хочется. Но сам оттенок классный. Подойдет больше брюнеткам. Ой, больше блондинкам. Да, помада прям превращается в супер матовую. У нее какой-то там, я почитала, кончик, который повторяет форму кисти. Что-то такое. Ну, мне, конечно, такой оттенок не подходит. Но, в общем, ничего, да, такой приятный. Хороший оттенок. Он будет очень освежать. А, и она какая-то очень стойкая. Она там держится тоже 24 часа написано. Ну, это проверить я не смогу, иначе мое видео будет никто не будет смотреть. Может, его вообще никто не будет смотреть. А тут уж точно. Ну, в общем, зафиксировали, да. Вот такой оттеночек хорошенький получился. Это самый светлый. Ой! А-а-а! Она хохо смывается! Я пользуюсь смывкой от L'Oreal гиалурон эксперт. Довольна ли я? И честно, не очень. Смывку мне нужно поменять. Так. Да, смывается она не очень хорошо. Значит, это значит, что она должна быть действительно очень стойкой. Я немножечко золотирую губы, чтобы у меня не было тут наслоения оттенков. Но запах странноватый, честно. Он вроде сладкий, но какой-то он даже не знаю, на что похож. Как-то уже конфеткой не пахнет. Так. Дальше оттенок. Это был оттенок 106 Endlessly Blushed. Сейчас оттенок 240 Rose Now and Always. Сейчас посмотрим. Так, я тут подготовила. На самом деле у меня тут еще есть одна сторона, а потом я кисточку возьму. Этот оттенок посочнее уже. Кажется, он мне больше понравится. О-о-о. Ой, ну я, конечно, наверное, не очень ровно прям наношаю. Но вот это уже поярче. Не знаю, немножко, мне кажется, отсвечивает. Я вот так смотрю в видео, вроде он не такой прям какой-то с красным отливом. Он даже, я бы сказала, немножечко в розовинку уходит. Ну, не знаю, честно, для кого этот оттенок. Но не для меня точно. Очень яркий. Но дает такую сочность губам. Просто на фоне еще светлого тона я немножко как вампир, мне кажется. Хотя вроде ничего так смотрится. Если румяшки нанести, консилер нанести, будет очень даже. Да? Ну, в общем, такой оттенок. Ну, не знаю, не знаю. Ну, я вообще к помадам, у меня миллион тысяч помад, я не очень люблю вообще жизнью пользоваться. Это... Да и вообще, у меня очень много клиентов, которые, особенно девочек молодых, ну, постарше, понятно, уже там помадами пользуются. Потому что пигмент губ свой пропадает, чуть-чуть исчезает, начинает с возрастом. А молодые девчонки в основном тоже не любят помады. Пользуются больше просто карандашом, который наносят по всем губам. Вот так. Да и я, собственно говоря, тоже так и делаю. Все, последний оттенок. Я уже смотрю, там по таймингу, конечно, ух, нехило получится. Вот так. И последний оттенок, это оттенок 194 Immortal Rosewood. Ну, это самый темный оттенок. Но, вы знаете, я могу сказать, что они прям похожи. Вот то, что на... Я тестирую, вот как это выглядит, так и получается на губах. Хотя у меня губы имеют такую тенденцию. Я помню, мы в Лондоне с подругой. Она говорит, ну что ты не можешь, у меня подруга, ну что ты не можешь себе помаду нанести? Я говорю, потому что у меня все оттенки странно смотрятся на губах. У меня подруга говорит, не может быть. И вот мы с ней часа два выбирали мне оттенок. Она говорит, да, ты права была. Потому что эти оттенки, они красиво смотрятся в помадах, в тюбике. А когда я наношу, у меня все в какой-то холодной оттенке уходит. А мы тогда искали мне красные фомады. Мы когда-то на мюзикл нашли, я хотела красные губы себе сделать. Ох, сколько мы там искали это все. Слушайте, ну вот вы знаете, как обычно и бывает. Вроде лежит себе такой неинтересный оценок какой-то холодный, темный. А по итогу самый носибельный. Сейчас вам покажу. Ну, смотрите-ка, хороший оттенок. Да, очень даже хороший, очень естественный. Я заранее извиняюсь, что у меня прям не супер ровная. Я тут просто в тайминг еще хочу успеть. И так очень много получается. Если я тут еще контуры буду делать. Ну, короче, я отдаю пальму первенства вот этому вот Rosewood оттенку 106. Самый... 106? Да, 106. Самый классный носибельный оттенок. Посмотрите. очень вам рекомендую. Те, кто любит коричневатые оттенки. Очень естественно смотрится. Ну, все. Смотрите-ка. Значит, что по итогу я тут решила? Тон мне очень нравится. Я его рекомендую и для жизни. пудру тоже очень рекомендую. Да, тон... Ну, немножечко у меня вот на подбородок вот он подсушил. Я вот сейчас вижу. Где-то он может, да, подсушивать, подчеркивать сухость кожи. Так что обратите внимание, но у меня не было крема. Интересно, как он с кремом будет смотреться. Да. А так очень даже у меня вот здесь окно, поэтому я могу точно посмотреть, как он в жизни смотрится. И смотрится он очень-очень классно. Здесь даже есть какая-то такая подсветила мне тут кожу. Очень... Ай, такая приятная кожа бархатная. Бархатно-эластичная, я бы так сказала. Ну, в общем, тоном очень довольна. Ну, пудра, само собой, я уж говорила, пудру обожаю. Это... Вот. А оттенок только один понравился. Последний коричневый. Так что пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Понятно, у меня канал маленький, еще пока особо народ не пишет. Вот. Ну, если нет желания, то не пишите. А если есть желание, пишите. А так увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока.